Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1997 1997 года, воплощенная на Земле. 1, 2, 3. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первой с данным виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Это она у нее, кто-то туман над головой. Хорошо. И я даю команду. Из биоробота Юлии выходят все копии, голограммы, все чужеродное. Значит, 3, 1, 2, 3. Да, будет так. И становится рядом с тонкой копией. Силой моего намерения все выходит из биоробота. Все чужеродное становится рядом. Она вышла? Только она вышла или что-то еще вышло? За ней это облако тянется над головой. Понял. Хорошо. И защищаем физический биоробот Юлии потоком из энергии, абсолютно защитными потоками. 1, 2, 3. Берем ее в защитный скафандр и вместе с тонкой копией Юлии поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, мы здесь. Хорошо. И отправляю это облако в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. И мы приветствуем Юлию. Интересуемся, готова ли Юлия к диагностике, доверяя ли она нам в свое биополе на период сеанса. Юлия улыбается и кивает. Хорошо. И я даю команду, значит, 3. Скэнер начинает сканировать все 7 тонких тел Юлии, пространство над головой, пространство под ногами, 360 градусов вокруг нее, находит любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, моментально выстраивает каналы, ведущие в клетку-тюрьму и ответственные за эти подключки по каналам притягиваются в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Скэнер начинает сканировать, выстраивает каналы. У нее демон. Демон. Десятый. Какой? Десятый. Десятый. Хорошо. У нее инкуб. Инкуб. Дракон из пруд. Куп. Дракон. Какой дракон? Дракон синий. Одна голова? Две. Две головы из пруд. Так, считай цифры над головой у дракона. У дракона в обоих. 76. 328. 328. Так, хорошо. Я объявляю программу. Сейчас проводится чистка Юлии, ее биополя. По ее волеизлиянию. Мы здесь находимся легально. Вы интерференты находитесь здесь нелегально. Сейчас начнется реверс энергии. Мы отдадим вам все темные энергии, которые Юлия получила от вас. Заберем у вас все чистые энергии, которые вы украли у Юлии. После этого я дам команду. Каждый будет выходить и доставать из биополя все, что он оставил. После этого я провожу проверку двумя миллионами герц. Если кто-то что-то оставил, забыл, он сгорит в этой клетке. Все, кто выполнит мои команды, будут отвечать на мои вопросы, не будут обманывать. Те уйдут на свою чистоту после чистки. После этого я предупреждаю сразу. Юлия будет зачитывать манифест. Объявит о своих свободах. Я специально обращаюсь к спруту и к дракону синему, зная, что они плюют на манифест. Но я скажу тогда в следующую свою очередь. Я уничтожаю всех, кто плюют на манифест. Если я повторно нахожу его в биополе. Ни один дракон уже об этом и спрут прочувствовал на себе. Поэтому рекомендую вам кооперировать и придерживаться новых правил игры. Всем понятно? Понятно. Хорошо. И переходим к процедуре реверса энергии. И во время реверса я буду задавать им вопросы. И я даю команду тонкой копии Юлии спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы и сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Юлии. Энергия страха, энергия неуверенности. Энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо. Так, Спрут, я обращаюсь к тебе. Как долго ты находился в этом теле? Три года. Три года. За какие боли ты был ответственен на физическом плане у Юлии? Что у нее болело от твоего присутствия? Туман в голове был. Туман в голове. Концентрироваться не могла. Проблема концентрации. Хорошо, Спрут. Спрут, ты оставил? Ты синхронизирован с Юлей? Да, он синхронизировал. И оставил. Он показывает, что он сидит на голове, и вот он... Обнимает. Нет, он ее голову держит, и как насос вот так отпускается, поднимается. Понятно, качает. Ладно. Хорошо, Спрут, у тебя там остались присоски твои, все, что там... Остались. Да, я после реверса дам тебе команду, тогда выйдешь и вытащишь все, чтобы там ничего не осталось. После этого мы будем проверять. Все, перехожу к дракону. Дракон, как долго ты находился в этом биополе? Он с 12 лет сидит. Вот. Вот я искал одного, который с 12 лет сидит. Хорошо, дракон, давай расскажи мне, как ты вошел, почему ты вошел вообще в 12-летнего ребенка? В голове показывать надо было, как растет ребенок, как можно управлять, иллюзии ставить, настроение менять. То есть ты был ответственен за смену настроений, перепады настроений, это называется. То есть не было такой стабильности человека, ты под твоими энергетиками, он был, ну как бы говоря, легко невменяемый, да? Это его облако. Это его облако, значит, понятно. С 12 лет. Хорошо. Поехали дальше. Демон, как долго ты находишься в этом биополе? Два года. Два года. На какой чистоте я зашел? За что был ответственный? Какая-то у нее усталость, как после, знаешь, спортивных занятий. Я только хотел сказать, я увидел эту мыслеформу. Да, физические занятия были, скорее всего, было в школе или где там, где она. Ну, я зал спортивный, короче, вижу. Вот она, в поту, после каких-то физических. Они очень часто заходят на физическую усталость, никто не поверит, но так и есть. Они прям доводят людей до этой, иногда до усталости. И вот изнеможденное тело, туда им очень легко войти, потому что падает вибрация. Так, демон? Так. Скажи мне, ты за какие энергии был ответственен? Вообще, вернее, не энергии, а за какие боли на физическом теле ответственен был? Он показывает, он у нее внизу. Установил что-то. Я сперва думала, что это рога, вот снизу в живот проходит. А сейчас я вижу, он как штырь какой-то, и вниз идет. Ну, типа качели, вот такое что-то он там сидел, устроился. Поддержка там была у него. Он был ответственный за эти боли по женской линии? В какой-то степени он. А кто в другой степени был ответственный? Дракон? Инкуб. Инкуб, хорошо. И, демон, скажи мне, есть ли лярвы на теле Юлии? Там, где он установил, есть, да. Хорошо, я тебе их после этого отдам. Там, если мне нравится, как ты кооперируешь, отвечаешь на мои вопросы. Хорошо. Так, и обращаясь теперь к Инкубинку, как долго ты находился в этом теле? Четыре года. Устанавливаем маячок, Вера, над его клеткой. Если он врет, загорается ярко-красная лампочка. И еще раз спрашиваю, сколько ты находился в этом биополе? Зеленый. Четыре года. Четыре года. Все, хорошо. Так, ты причинял ей в женские критические дни боли? Усиливал. Усиливал, да? Почему ты это делал? Запах нравится. Хорошо. Меня интересует, кто с 11 лет ее возраста был ответственный за боль по женской линии? Я обращаюсь ко всем. Ну, вот ответ идет, это ее физиология, от кого он, я не знаю. Хорошо, ладно. Это ее физиология бывает и такой, конечно. Ну, они приложили свою руку, то есть, к общей боли. То есть, минимум последнее, скажем, да, много лет это было. Будем смотреть. Все равно после чистки. Хорошо, реверс закончился, да, Вера? Да. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Юлия забирает чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные, чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Юлия себе обратно. Она, хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. В силене потоки в 50 раз. От кого что идет? Ну, дракон, он с ней синхронизирован, с ее телами полностью. От него разноцветные идут энергии. То есть, он полный спектр воровал. С 12 лет. С ума с этим. Это полжизни ее. От спрута фиолетовая идет. От спрута фиолетовая? От демона идет. Красная, черная. Красная. Красная, да. А от инкуба что идет? Он там не блокирует, Вера? От инкуба идет такое оранжевое, желтое. Это живот. Два пальца ниже пупка. Эмоциональное тело. Там собирается вся энергия у человека. И там они очень любят хозяйничать. Когда боли в животе, вот это они. Усиливаем потоки в 50 раз. До последнего микрона все назад. Все светлое по праву забираем назад. Он говорит? Да. Ну, от него идет информация такая, что там собирается сексуальная энергия. Если ее правильно не выпускать, она комком собирается и человеку грусть приносит. Человек сам не понимает, от чего он становится. Грустным. Ну, это энергия. Ну, это негативная энергия. Ее надо уметь сбрасывать. Собрать ее в шар, открыть портал и скинуть ее. И вся эта грусть уходит за 5 секунд. Ну, а Тонкоп говорит, что есть и другие способы. Есть и другие. Расходовать сексуальную энергию. Ну, да. Я тебя не спрашивал. Только еще твое мнение по этому поводу. Конечно. Конечно, есть такие поводы. Но это ей решать. Это ее жизнь. Закончилась. Хорошо. Так. Все, не забрали. Давай начнем тогда с прута. Спрут, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Ничего не забывай. Жидкость отца своей полностью. Ни малейшего следа не оставляю. Ни одного щупальца. Я все буду проверять с нашим сканером. Он находит все. Любой цивилизации. Ну, вот он как магнит как-то подтянул все это на себя. А что там было все? То, что он установил? Ну, у него как какое-то хранилище там в голове. Нет, это жидкости какие-то, присосочки его, видимо. Ну, да, да, да. Все понятно. Понес все. Клетку. Хорошо. Так, дракон сейчас выходит и вытаскивает все, что он оставил. Все свои платы. Все подключки. Все конструкции. У него как слепленные все тела. 12 лет. Это пол ее жизни. Он в ней сидел. А какие ты там ей иллюзии дарил? Что ты ей там показывал? Какие сны, дракон? К чему ты, каким действиям ты ее принуждал? Чтобы она какую энергию вырабатывала? Расскажи мне. Ну, у нее все тела, они как слеплены. Это из... Какой-то жидкостью. И вот он их, эта жидкость, сейчас собирает всю. Иллюзия, он говорит, что когда я зашел, она была ребенком. Вот от детских. Ну, хорошо. Сейчас она взрослая. Вот какие сейчас ее энергии? К чему ты ее принуждал? Каким действиям? Чтобы что в холостую она делала? Чтобы какую энергетику она вырабатывала? Разные. Получается, он забирал много с нее. Во всех чакрах у нее сидел. Я понял, что он забирал. Я спрашиваю, именно какое воздействие он наказывал? Каким действием он ее принуждал? Объясняю. Например, джин вынуждает кого-то работать в холостую. Человек начинает 20 проектов. Ни одного не заканчивается. И в конце концов, это пустая выкинутая энергия. И вот за это он питается этой энергией. У тебя какой способ? Какие холостые действия она произносит? Он не так не делает. Он просто с ней проживал ее жизнь. Учил свою голову и плюс питался энергией. Вот как. Ну да. Хорошо. Ладно, благодарю. Он собрал. Собрал все. Хорошо. Так, я тогда сейчас выпускаю демона. Демон, выйди, забери все, что ты оставил. И как ты все заберешь, доложишь мне. И тогда я тебе разрешу забрать лярву. Ну вот он снимает эту конструкцию. Качелю выкручивает. И из нее как вытекает что-то застоявшееся. Все забрал. Хорошо, демон. Я тебе разрешаю забрать лярву. Только все забирай, ничего не оставляй. Ну вот не из живота он забирает. Ну там такие боли были, конечно. Но он тоже там рогами хорошо колол. Я вижу. Когда на качельках сидел. В лоно. Там эта качеля и была прикручена. Вот эта качеля и была прикручена. Меня удивило, что он все за два года такие так успел сделать. Я думал это... У него больше ничего и нет. Хорошо. Так, все он забрал, да? Да. Хорошо, Инкуб. Я тебе говорю, сейчас выходишь. И снимай все свои ленточки. Все, что ты оставил. Мы все видим. Шеи давило. Ошейник? Угу. А еще что? Ну есть другие ленты. Но вот он показывает, что он как прыгает по ней. Вот этот ошейник держит. Бьет ее. И как злой почему-то он на нее. А что ты злой на нее, Инкуб, был? Ты пришел в чужое тело. Тебя никто не звал. И ты еще так мучил человека. Объясни почему. Ну, он говорит, что она не хотела себя вести, как он хотел. Из-за этого ты злился? Не отдавала мне свою сексуальность. Ну, а почему в тебе не пойти к тем, кто действительно тебя ждет? Я не понимаю. Или какая-то энергетика у нее особенная. Может мне кто-то объяснит? Может там какие-то первородные энергии, ангельские энергии. Может мне кто-то сейчас объяснит ситуацию? У меня много вопросов к вам всем присутствующие. Слишком разносторонние вы все. Ладно, хорошо. Так, Инкуб все забрал? Да. Хорошо. И я даю сейчас команду. Начинается рассинхронизация между Юлией и Энергией. Считает одного и до трех. И каждый из перечисленных начинает забирать все свои энергии. Юлия забирает у них все свои энергии. Каждый забирает все свои энергии назад. До последнего микрона. Пошли невидимые нити. Готово. Хорошо. Так, мы закончили. Тогда сейчас я подхожу к Юлии. Кладу ей руки на плечи. И моя собственная энергия. 100 тысяч герц. Сжигая все каналы. На счет 3, 1, 2, 3. Готово, да. Я не слышу, Вера. Отлетели. Отлетели. Хорошо. Так, открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И все остатки улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Вроде ничего не забыли. Хорошо. Начинаю тогда. Давай проверим ее. Давай. Еще раз включим скэнер. На счет 3. Скэнер начинает сканировать. Систем тонких тел на частотах, присутствующих в клетке. 1, 2, 3. Если он что-то находится, загорается моментально ярко-красный маячок над клеткой ответственного. И в месте, где находится присадка, имплант, конвектор или любая чужеродная энергетика. Зеленый. Хорошо. Я благодарю всех присутствующих за то, что они серьезно восприняли. То, что я им говорил. И начинай отпускать. Дракон. Я прошу тебя дать мне честное слово дракона. Слово дракона. Что ты больше не придешь в это тело. Почему я это говорю? Потому что я тогда тебе сэкономлю целую кучу неприятностей. Потому что второй раз, когда я словлю кого-то из вас, всех присутствующих, я их моментально буду отправлять в галактическое ядро без предупреждения. Это предупреждение я именно сейчас вам даю. Поэтому, дракон, я хочу получить от тебя твое слово дракона. И мне не придется доставать печать дракона и показывать тебе свою власть. Ой, я даю тебе честное слово дракона. Мы здесь закончили. Хорошо. Благодарю. Готовы уходить? Да. Открывается наверху портал на частоте синего дракона. Один, два, три. Синий дракон забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою частоту безболезненно. Забывает дорогу назад. Один, два, три. Есть. Хорошо. И Инкуб готов уходить? Готов. Инкуб, я рекомендую тебе серьезно прислушаться к тому, что я сегодня говорил, и не пытаться даже что-то сделать на зло ей или на зло мне. Потому что наша вторая встреча закончится тем, что кто-то из нас не придет назад, и это буду не я. Поэтому найди себе новое место обитания. Ты это понял? Да, понял. Хорошо, Инкуб открывается внизу портал на частоте Инкуба. Один, два, три. Инкуб забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Закрывая печатание. Растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Спрут готов уходить? Готов он, да. Все, Спрут, ты все слышал. Больше не возвращайся в это тело. Открывается сейчас портал. Вверху на частоте Спрута. Один, два, три. И Спрут уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, забывая дорогу назад. Что-то я говорю сегодня много так. Готово. Хорошо. И демон у нас остался. Демон, ты все понял, да? Да, он понял. Хорошо. Открывается внизу портал на частоте демона. Один, два, три. Демон забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою частоту. Безболезненно забывая дорогу назад. Закрывая печатание и растворяя. Готово. Хорошо. Поехали по частотам. И переходим на частоту магического воздействия. Если таково есть, оно проявляется. Один, два, три. Переходим к заправке энергиями. Подсоединяй тонкую копию Юлики, источник высокой аббрационной чистой энергии, которую Юлия получает во время сна. Запроси биополе. Сколько энергии нужно Юлии до полного восстановления и корректировки? Хорошо. 450. И на счет три в биополе Юлии начинает входить. Все потоки пошли. Мощность потоков усиливается. Готово. Какая частота вибрации? Максимально комфортная сейчас для биополе Юлии. 25. И поднимаем до 25 Гц. Пошел подъем. Она сама это умеет делать. Очень хорошо. Готово. Хорошо. Запускаем процесс активации и идентификации души. Значит, три. Один, два, три. Ангел, она. Отлично. Создаем защитную оболочку под среднюю тонкую копию Юлии. Как красивые вибрации такие от нее сильные идут. Значит, с крылья свои расправила. Она знает, кто она. Высокий уровень. Хорошо. Создаем защитную оболочку под среднюю тонкую копию Юлии. Из защитного каркаса в биополе Юлии. Пошел процесс. Вещь я не зря спрашивал наших интерферентов. Какая это энергия, ангельская или первородная? Надо было их до конца держать или раньше проверять, а потом их уже отпускать. Потому что за ангела они, конечно, отхватили бы побольше. Ну, как молчали, как на допросе. Готово. Хорошо. Так, пусть тонкая копия Юлии вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 720. Большая радость. И подними уровень эмоционального состояния тонкой копии Юлии до значения 720 Гц. Пошел, пойдем. Она говорит, что ангельских 720 – это не так много. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Она говорит, как мягко и тепло сейчас. Я уже забыла эту пушистость. Готово. Хорошо, мы закончили чистку. И прошу Архангела Рафаила выйти со мной на связь. Ну вот он говорит, ну что такое, почему оторваете? Я прошу прощения, Архангела Рафаила. У нас здесь человек, который с 11 лет страдает сильными проблемами женской боли. Я не знаю, какую дать энергию, если вы просто подскажете. Больше у меня вопросов нет. Благодарю вас. Он говорит, что дайте белую энергию, чтобы смягчить. Каждый случай индивидуальный. Нужно полностью смотреть, что происходит. Хорошо, благодарю вас. Отключайся, Вера. И давай сейчас. Я даю команду, и значит, три начинает поступать. Она проходит полностью, делает два круга по всему телу Юлии. Все, что застоялось, начинает двигаться, пробивает все уплотнения, которые есть, и начинает свободно циркулировать по всему ее телу. Вот Юля говорит, что она знает эту энергию. Ее не надо по всему телу гонять. Достаточно в больные места пустить, потому что она смягчает. Хорошо, Юля. Мы сейчас тебе включили этот канал. Направь ее в те места, которые ты сама знаешь. Она сделала уже все. Отлично. Все, Юля встает. И мы закончили чистку. Хорошо. Так, у нас еще остались вопросы к другу. Так как куратора у Ангелов нет. И ты готова? Да. Хорошо. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю куратора или учителя, или друга 1997 года и прошу прийти его к нам или ее в комнату диагностики. Кто у нас? Парень. Снимается все маски и голограммы. Парень-ангел Арсилий. Арсилий. Мы приветствуем друга Юлии, ангела Арсилия. Меня зовут Влад, это Вера. Мы только что производили чистку вашей подопечной. Вытащили из нее всех интерферентов, заполнили ее энергиями и дали ей еще заживляющие энергиями в ее проблемах со здоровьем. Мы спросили Архангела Рафаила, он сказал нам эту энергию взять. Мы очень надеемся, сейчас она начнет уже восстанавливаться. И Арсилия, Юлия попросила, у нее есть 10 вопросов к своему куратору или учителю. Она не знала, что она ангел. Поэтому вы позволите вам задать эти вопросы. Я рад приветствовать Юлию и вас, ангелы. Мы приветствуем вас, уважаемая Арсилия. Четыре ангела в комнате находятся. Буду рад помочь Юлии, но думаю, что она сама много чего знает. Безусловно. Она догадывается, но она, безусловно, хочет услышать какое-то подтверждение. Хорошо. Арсилия, вы сами знаете, что отвечать и что не отвечать. Вопросы она написала на немецком языке, поэтому я их буду сразу переводить, чтобы и Вера понимала, о чем идет речь. Так, первый вопрос. Какое я задание получила от рождения для этой жизни? Какая задача у меня в этой жизни? У всех ангелов задача одна. Нести свет. В массы светить и не очернить свою ангельскую душу. Мы никогда не слышали другого ответа. Уважаемая Арсилия, мы уже несколько сотен кураторов видели. И все кураторы, ангелы отвечают точно так же, как и вы говорите. Безусловно, у ангелов только одна задача – нести свет. И этим светом освещать все вокруг. Благодарю вас. Я тогда перехожу ко второму вопросу, если вы закончили. Ну, вот Юлия говорит, она что-то я знаю, знаю. Ну, Юлия, ты мне написала эти вопросы, я их зачитываю. Второй вопрос. В каком направлении мне работать? Вернее, какая работа лучше всего мне подходит? Именно в каком направлении? Вот Юлия, она говорит, что как глупо было не использовать такой шанс для более важных вопросов. Согласен, Юлия, добавить нечего. Итак, в каком направлении работы ей стоит работать, чтобы она получила удовлетворение? В том, в котором ее душа выберет. Великолепный ответ. Туда потянется душа. Думаю, что она знает. Конечно. Третий вопрос. На каком уровне находится высшее «я»? На 14-м. На 14-м уровне. И тут она еще поставила в кавычках, что это означает, этот уровень? Осознанная душа. Осознанная душа. Взрослая. Очень хорошо. Опытная. Опытная душа. Значит, много воплощений уже было, раз, опытная. Я перехожу туда к четвертому вопросу. Происхождение моей души. Откуда я? Ангельская душа. Есть ангельские уровни. И производится душа. И там она родилась? Да. Отлично. Благодарю вас, Арсений. Четвертый вопрос. Кто меня духовно сопровождает в жизни? Расскажите, пожалуйста, как его зовут и как он выглядит. Арсений, как вы выглядите? Я не понимаю, на земле или ты говоришь про тонкий мир? Я спрашиваю ее вопрос. Она спросила, кто меня сопровождает, то есть кто мои кураторы, учителя, их имя и как они выглядят. То есть, это был вопрос задан с тем, чтобы она могла представить себе, конечно, тонкий мир. Но, как правило, ты можешь вызывать к любым ангелам или ко мне лично. Вы хорошо знакомы с Юлей, да, Арсений? А если вы взяли шефство на ней в этой жизни? Мы друзья. Вы друзья, конечно. У ангелов только друзья есть. Благодарю, уважаемый Арсений. Если вы закончили, я могу тогда переходить к следующему вопросу. Пожалуйста. Сколько у меня кармических узлов еще осталось и сколько было? Пять кармических узлов. Было два. Осталось три. Безусловно. Осталось три. Благодарю вас. Шестой вопрос. Следующий вопрос шестой. Какая была моя последняя жизнь? Что я взяла из этой жизни? Какие способности я развила? Развила в той жизни? Расскажите ей, пожалуйста, ее последняя жизнь. Жизнь на земле. Хорошо. Я правильно понял? О жизни на земле. О жизни на земле, конечно. Ее воплощение последнее на земле. Или, скажем так, если ее последнее воплощение было в какой-то другой цивилизации, на другой планете, тогда хотя бы, вот именно последнее ее интересовало. Видать, у нее какие-то воспоминания остались. Давайте остановимся на земле. Давайте. Это Франция. Какие годы? Кем она была? 1812-й. Так это же война. Медсестра. Медсестра, да. На войне. Или в больнице. Это что-то полевого. Полевого. В госпитале. Я вот увидел ее, как в палатке она работает. И вот у них белые косынки были, вот эти старые платья. Я увидел эту сейчас мыслеформу очень четко. Благодарю вас. И как у нее жизнь прошла? Была у нее семья? Сколько лет она прожила? Была ли счастлива? Какие она взяла знания? Скажем так, такие пункты. Она всю жизнь помогала людям. Лечила и оберегала. Прожила долгую жизнь. 87 лет умерла. Где эти внуки были? Замужем была? Да, она была замужем. Муж умер рано. 56 лет. То есть полжизни она сама жила. Понятно. Была дочь. Благодарю вас. Уважаемая. Рядом. То ли сын, то ли внук. Внук. Мужчина был. Очень хорошо. Значит, у нее прошла полная жизнь. И она взяла, собрала хороший опыт за 87 лет своей жизни. В том отрезке времени. Она отдавала. Отдавала. Отдавала много. Много энергии. Много доброты. Получала. Можно сказать, что она свою программу в той жизни выполнила, да? Она выполнила свою программу. И не свернула с пути. Отлично. Причем в такие годы очень тяжелые. Благодарю вас, Арсений. Я тогда перехожу к следующему вопросу. Так. У меня раньше был сон. Я сижу с каким-то мужчиной. Белые волосы, голубые глаза на скамейке. И мы общаемся с ним телепатически. Я чувствую, что ему нужна моя помощь. И хотя я ничего не сделала, я ему помогла. Кто этот мужчина? И что имелось в виду в этом сне? Какую информацию несет этот сон? Вот так. Не надо с немецкого переводить, поэтому. Он сейчас на нее смотрит и говорит, ты сейчас знаешь, кто это был? Она говорит, да. То есть я пытался наладить контакт с тобой. И очень скучал. Это вы, Арсений, были? Ну, наконец-то, контакт налажен. Благодаря ее воле и влиянию. Это люди сами решают. Те, кто готовы, те находят нас. А мы помогаем им дальше. Хорошо. Если вы закончили, я могу тогда переходить к восьмому вопросу. Переходи. Она пишет следующее. Значит, я себе желаю, чтобы ни одна сущность в меня никогда не вселялась. Вне зависимости от того, о чем я думаю или что я делаю. Чтобы никто не мог войти в мое энергетическое поле и его манипулировать или ему навредить. Вы не могли бы мне так помочь в этом? Или что мне нужно сделать, чтобы это получить? Она имеет в виду защиту. Ну, вот Юля смеется, тонкая копия. Это ее вопрос. И говорит, что Меркаба в помощь. Меркаба в помощь, конечно. И Арсений говорит, что только ты сама можешь это контролировать. Благодарю, Арсений. Все понятно. То есть она в состоянии сама себе выстоять в защиту, как любой ангел. Наполнять себя и выставлять защиту. Конечно. Наполнять себя вибрациями и позитивом. И причем это делать осознанно. Это процедура. Это значит, надо себе представить. Это не просто так. Ты идешь и вот тебе пошло. Ты должен этого захотеть. И получить, и почувствовать эти энергии. Вот это я просто объясняю для Юлии. Потому что Юля может этого не знать. Я не знаю, насколько она развита в этом отношении. Поэтому вот такой совет. Хорошо. Я закончил. Перехожу к девятому вопросу. Если вы закончили. Если не знает, должна развиваться. Это и есть осознанность души и развитие. Ну я скажу так. Вы знаете, в таком возрасте... Рост. Да, Арсений. В таком возрасте очень редко приходят осознанные души. Вот она одна из тех, которая рано раскрылась. Был у нас еще 19-летний. Тоже он это чувствовал и так далее. Но в основном люди раскрываются в более осознанном возрасте. То есть я считаю, она себе лет 30 сэкономила уже. И благодаря этой информации, которую она сегодня получит, она наверняка сделает большой шаг и наконец свяжется с вами. Что было бы вашим самым большим желанием, как я понимаю. У меня огромная духовная сила. Которая нужно развивать, а не прятать в себе. Вот. Благодарю, Арсений, и за этот совет. И девятый вопрос. У меня редкая группа крови с негативным фактором резусом. Как так получилось, что есть позитивные и негативные группы крови? И что это вообще означает? Или означает ли это что-то вообще? Есть какая-то мистика в этом, скажем так? В твоем случае я бы остановился на особенности твоего биоробота. А в целом есть объяснение этому, которое я не буду здесь затрагивать. Понятно. Но это есть. Это обоснованный вопрос. Всему есть значение. Благодарю вас, Арсений, за этот дипломатический ответ. Я знаю, вы лично никогда не скажете, как любой куратор и учитель. Благодарю вас. И последний вопрос. Что мне желает мой куратор или учитель сказать лично? На путстве. Я только могу сказать, что я очень рад встрече. И для твоего дальнейшего развития сознание, кто ты есть, очень поможет. И я уверен, что мы скоро встретимся опять. Благодарю вас, Арсений, за эту встречу, за вашу помощь, за эти ответы, которые вы дали. Вы очень большую помощь оказали развитию сейчас Юлии. Эта встреча она никогда уже не сможет забыть. И это начинается отчет вот этого времени ее новой жизни. Надеемся, он произойдет очень скоро. И, Арсений, у нас есть такая добрая традиция в этой комнате диагностики. Все кураторы, все учителя, все друзья-ангелы, которые приходят сюда, всегда могут получить от нас любой подарок, который они себе пожелают. Все, что мы знаем с земли. Это может быть или любая мыслеформа, времена года, чистейшая вода, или что-нибудь другое, чтобы вам нравились цветы. Мы бы это все могли вам материализовать, и вы можете это забрать с собой. Что бы вам хотелось? Тогда я бы хотела увидеть снег. Снег. Хорошо. Давай сделаем сейчас, Вера, снег какой? В лесу, сугробы, зимний день, сосульки. Снег на крышах, белый и пушистый. Ты видишь эту мыслеформу, Вера, да? Вижу. Хорошо. И насчет три. Формируем эту мыслеформу. Один, два, три. Прекрасный зимний день, пушистый снег, солнце светит, деревья стоят заснеженные, очень красиво. Передай это, пожалуйста, ему. Это то, что он хотел? Да, он кивает. И, уважаемый Арсилий, подарок лично от нас, Верочка, нашу традиционную большую корзину с самыми вкусными ягодами на земле. Один, два, три. И передай, пожалуйста, Арсилию, он поделится со своими друзьями-ангелами на добрые воспоминания о нашей встрече. Очень красиво выглядит. Да, и это еще очень вкусно. И, кстати, это единственный чистый продукт, который на земле остался, Арсилий. Поэтому, я думаю, вам это понравится. Примите, пожалуйста. Вместе с нашей благодарностью от Юлии, от Веры и от меня. Было приятно с вами общаться. Я всех благодарю за встречу. И мы благодарим его. И, Верочка, раз, синхронизируйся. Значит, три, один, два, три. Он ее еще за руки взял, пока вот говорил ей. Он ее взял за руки, и они обменялись энергиями ангельскими. Конечно. Этот ритуал, мы всегда знаем, в конце происходит. И вибрации такие пошли сразу, да, по комнате. Да. Ну, и между ними, как ток прошел. Ток прошел, да. Да, но она это заметит сразу. Моментально. Хорошо. Бессонная ночь ей обеспечена сегодня. Хорошо, Верочка. Он ушел, да? Да, он ушел. Все, мы закончили чистку, ответили на все вопросы. И будем возвращать сейчас Юлю в ее биоробот. Для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Юлии, систему биоробот-душа заводим, подключаем ее к каждой клеточке, каждой из зеленки мозга, каждому органу проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Я здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.